Продолжение следует... Известно, что в больницу карета скорой доставила его в сознание, предварительно в состоянии средней степени тяжести. Три человека получили травмы в ДТП на трассе под Ноябрьском. Первая авария произошла вечером 12 ноября. По данным ГИБДД, водитель Мазда не справился с управлением на скользкой дороге, машину вынесла под встречную Ауди. В результате два пассажира Мазда получили травмы. Вторая авария в понедельник случилась на 315-м километре трассы по дороге из Ноябрьска в Муравленко. Девушка-водитель Hyundai не справилась с управлением и легковушка угодила в кювет. Автоледи получила травмы и назначено амбулаторное лечение. 52-летний житель Ноябрьска отправится в колонию на 7 лет за распространение наркотиков. Свой приговор мужчина пытался обжаловать. В январе он приобрел больше килограмма опии, а позднее хотел его продать. Осуществить план удалось частично. Задержали полицейские. Уже во время расследования уголовного дела один из покупателей вещества дал показания против продавца. Сразу после этого сбытчика заключили под стражу. Сначала суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 3 месяцев в колонии строгого режима, а также штраф в 250 тысяч рублей. Однако решение служителей Фемиды мужчина обжаловал. По апелляции она осталась без удовлетворения. В соседней Югре 28-летний мужчина предстанет перед судом за кражу из кафе. По данным полиции, мужчина – бывший муж одной сотрудницы общепитом. Сначала зашел в кафе и поинтересовался, насколько выполнен план по выручке и вместе с бывшей женой закрыл сейф и ушел домой. На следующий день он вытащил из кармана экс-супруги ключи от кафе и украл из сейфа 85 тысяч рублей. После этого уехал в Нижневартовск. Там его и задержали полицейские. Выяснилось, что почти половину суммы он потратил на развлечения. Раньше мужчина уже имел проблемы с законом. Сейчас он находится под стражей. На Ямале судебный пристав задержал возможного преступника прямо в здании суда. Мужчина контролировал вход в здание. У него вызвал подозрение человек, проходивший через пропускной пункт. При проверке документов выяснилось, что 33-летний мужчина находится в розыске за причинение вреда здоровью и средней степени тяжести. В здании суда его и задержали. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах рубрики и телеканала «Ноябрьск-24» ВКонтакте.